Добрый день всем! В эфире программа «Эксперты». Я Сергей Мец и сегодняшний наш выпуск посвящен ужасной трагедии, которая случилась в Питере. Вокруг этой темы очень много разговоров, но они все носят досужий характер, поскольку эфирные пространства почему-то вообще не заполнены этой темой. Есть отдельные публикации, есть отдельные эмоциональные высказывания известных журналистов, но серьезного расследования что-то не наблюдается. Мы для того, чтобы поговорить серьезно на эту тему, на то, как будут развиваться события, пригласили в нашу студию эксперта Карим Джона Йорова, президента некоммерческой организации правозащитной, которая называется «ЭТМОС». Некоммерческое партнерство, простите. Карим Джон, давайте начнем вот с какого вопроса. Как по-вашему будет развиваться это дело? Потому что у вас большая практика, вы много сталкивались с подобного рода делами, но такого трагического еще исхода не было, насколько я понимаю. Пятимесячный ребенок был отлучен от матери и на следующее утро ей позвонили и сказали, в принципе всю информацию можно почерпнуть в интернете. Но вот исходя из вашего опыта, как это дело может развиваться? Спустят на тормозах, пройдут годы, все забудут, виновных потихонечку отпустят, а родители так и будут оплакивать свою первенцу. Еще и тут вклинивается вопрос по поводу депортации, ведь суд вынес в отношении матери у лучшего ребенка, вынес постановление о депортации за ее счет, причем за счет семьи. Как будет развиваться дело? Ну я думаю, что подобная практика впервые как бы с летальным исходом закончился, но такие случаи были очень много. И как показывает практика, никогда еще я не видел, что по отношениям мигрантам до конца вели их дела, чтобы они потерпевшие были. За исключением случаев того же Солохадина Азизова, который голову отрезали и довели до конца. За исключением этих случаев я не видел такого в своем опыте. И такие случаи были тоже в Санкт-Петербурге, как вы помните, девятилетнюю девочку зарезали, обвиняя в том, что якобы его отец торговал наркотиками и ничего не доказали. И даже убийц поймали и в итоге их отпустили. По мелким хулиганству их осудили и отпустили. Такая практика. Я думаю, что дело скорее всего пустят на тормозах, не найдут виновников, так как сейчас вопрос идет в том, что сотрудники полиции могут сказать, что мы отдали медицинским работникам, работникам медицины, они должны были за нее отвечать. А те могут сказать, что мы ребенка получили нездоровым, как сейчас эмузируют, что якобы он был недоношенным ребенком, или имел заболевание, или какую-то медицинскую экспертизу привели, что типа может от какого-то шока умер ребенок. Но, к сожалению, родители говорят, что ребенок был абсолютно здоров. Но здесь в практике, хочу сказать, что в мировом практике вообще по российскому законодательству нет такого закона, что изимат ребенка. Не только по российскому. Россия ратифицировала конвенцию международную. Да, конвенция международная по правам человека, ребенка, даже есть конвенция международная по правам детей-мигрантов, есть даже такое. И они не имели права изимат, тем более, что там находилась еще бабушка. И как мы сегодня прошли официально со стороны МВД дали, что якобы мат после решения суда не обращался в полицию, и у них есть видеозаписи, подтверждающие это. И якобы бабушке тоже предупредили, куда везли. Но сами бабушка не является официальным представителем. Понятливое дело, что по законодательству так, но с другой стороны, они откуда не знали, что так может произойти, чтобы доверно ставать родители на свою бабушку, чтобы смотреть за ребенком. Но не знаю, таким ходом, что хотят показывать, что настолько, скажем, мигранты, неужели думают, что мат за своего ребенка не будет переживать, когда ребенка отняли, и приходят только на следующий день попросить, где его ребенок. Таким образом, я думаю, что хотят показать, что мы мигранты, приезжие, там, независимо с какой стороны, да, вот, мы такие вот, то ли там, черствые, недолюбливаем своих детей, да, вот. И насколько мы знаем, каким трудом они этого ребенка ждали, и что из этого вышло, что мама сейчас в таком эмоциональном шоке, что вообще ничего не может произнести, даже говорить, даже, вот. И много журналистов тоже снимали с родителями, разговаривали, как мы знаем, и выдали информацию в таком виде, что родители уже не хотят общаться ни с кем, они уже никому не доверяют. И я думаю, что все равно, как опыт показывает, я думаю, что виновников не найдут, дело спустят на тормозах, как мы видим даже со стороны нашего государства, то, что предыдущие были такие случаи, очень много случаев мигрантов, и всегда говорили, что дело под нашим надзором, мы следим за всю ситуацию, ноту там подавали, но реального дела ничего, и денег не было. Каримиджон, смотрите, вот ситуация, представим эту ситуацию в другом несколько виде, что это произошло не в отделе полиции, ну, предположим, да, вот произошла подобная же ситуация в частной жизни, да, кто-то у кого-то забрал ребенка, отнес в другую квартиру, пусть даже соседнюю, а утром сказала, что твой ребенок умер, вот как поступили бы с теми, кто забрал ребенка, отнес в другую квартиру и потом сообщил, что умер? Это как называется? Ну, в таком случае обязательно завели бы сразу уголовное дело, и те... Закрыли бы? Да, сразу автоматически закрыли бы, и начали... А если, не дай бог, это оказалось бы мигрант, тот же, который у него, да, это означало бы для него фактически автоматический приговор. И хочу сказать, что по отношению мигрантов сейчас в средстве массовой информации Российской Федерации очень много негатива подают мигрантов, когда они какие-то добрые дела делать не показывают, а именно показывают негативные стороны, потому что так таковых взят, такие многие примеры были, даже тот же Красногорский стрелок, которого сейчас ищут, и тот даже тогда, когда застрелили невинного человека, рядом с ним находился, оказывается, гражданин Республики Таджикистан, и он убежал, и он побежал, этот стрелок к охранникам данного поселка, сказал, там таджик убил двоих людей, позвоните полицию. О чем можно говорить? Такие случаи, чтобы мигранты много там, какое-то хорошее дело делали, об этом и говорили. Даже два дня назад, даже в зоопарке Санкт-Петербурга сокол там улетел, не могли его поймать, его снял с дерева простой мигрант. И везде написали, что спас соколя простой прохожий по имени Шах. И все. Больше ничего, никаких информации. И большинство, я считаю, что в России больше всего очерняют наших граждан это средства массовой информации, дают однобоко. Если не дай бог там что-то, что из него, из мух и слона делают. И во всех бедах России обвиняют мигрантов. Я не знаю, скоро будет, что в экономике тоже, наверное, будут свалить на мигрантов, что это мигранты виноваты. Поэтому все, что не делается в России, что не получается, в крайнем случае, всегда на мигрантов сваливают. Мы, как мы знаем, сейчас опять вчера начался операция «Мигрант-2015», когда, как я иногда сталкиваюсь с отрубой полиции, всегда они ссылаются на это. Идет операция «Мигрант». А после чего она началась, да? Это же интересно. После того, как эту ячейку... Очень интересное совпадение. Но, в принципе, могу сказать, что это было плановое мероприятие у нас. Нет, но вот после смерти Морали произошел захват большой террористической ячейки, которая состояла сплошь из выходцев из Средней Азии, правильно? Я так понимаю, я так понимаю. Ахизбут-Тархир, я думаю, да? Участников якобы этого дела, по-моему, 100 человек, теперь уже 500 цифр звучит. Ну да, но самое интересное, что из них 20 человек предъявили обвинение. И когда показывают оперативные съемки по телевизору, да, чаще показывают, когда заходят в их дома, там, все их... И показывают под таким ракурсом, что люди подумают, что действительно это террористы. Мы знаем, что недавно тоже объявляли, что исламские государства поймали их, которые здесь взрывы устраивают. Самая первая версия, говорили, что это мигранты, а потом оказалось, что не все русские. Вот я и опять же говорю о роли средств массовой информации. Ну вот сегодня наш корреспондент связывался уже с Питером, со всеми возможными участниками, с адвокатом, со следователем, с родителем, с отцом ребенка погибшего. И очень странная картина получается, ничего не понятно. Отец говорит, что был на... Якобы был на опознании, якобы не узнал своего ребенка, на завтра придет с матерью. Вернее, следователь, так сказал нашему корреспонденту. Отец сказал, что он нигде не был, и завтра собираются идти. Адвокат вообще не знает о том, что это произошло. То есть происходит вот какая-то такая интересная вещь, что называется, специально устраивается ситуация, где можно заблудиться общественному мнению. Каждый играет по-своему. То есть, да, общая картина непонятна. Общая картина непонятна. Поэтому я задал первый вопрос. Вот это дело все-таки по вашему мнению... Да, и, кстати, я звонил сегодня сам в одной из организаций в Питере. И мне так сказали люди, попросившие не давать официальный комментарий, но тем не менее, мне сказали, что это дело, скорее всего, на годы. Это будет годами длиться, и неизвестно, чем кончится. Ну, это естественно. Вы как знаете, что уже матери этого ребенка, погибшего, уже вынесли решение о выдворении. Естественно, выдворяют, и на этом тихо-тихо все забывают. Вот, кстати, расскажите, вы большую практику имеете. Что сейчас должна сделать семья Назаровых, чтобы избежать... Я имею в виду решение суда депортации. Сами первые, они должны были подавать обжалование этого решения суда, что они не согласны с этим. По крайней мере, это им дал бы какой-то срок. Но это обычно в течение месяца, да, там, как мы по практике знаем, через месяц, да, происходит повторное. Но, исходя из такого резонансного дела, они могут его быстро провести в течение недели, может быть, пораньше, чтобы быстрее избавиться, не желать. И тогда могут ее на законных основаниях выдворить. Скажут, что когда нужно будет вызовем. И мы знаем, если хотят вызоваться, с другой стороны стоит запрет, его могут не пускать, и все. Ну, здесь получается так, что семья разделится, да? Да, семья разделится. Получается, семья разделится, да. Ну, так здесь останется представитель, отец ребенка, например. Ну, отец ребенка, да. Вряд ли это так произойдет, наверняка, да. Но опять же, от отца ребенка немного зависит, потому что, когда отнимали ребенка, отнимали от матери, не отца. Отец как бы не присутствовал. И опять же, вот здесь палка о двух концах получается, что могут вызовать, но с другой стороны могут не пустить на территорию Российской Федерации, потому что, как мы знаем, Россия на основании закона, есть у них такой закон, что могут не пустить любого гражданин на Россию, любого гражданин другой страны, без объяснения причин, не пустить на территорию Российской Федерации. Что могут считать, что вот, может там нанести урон Российской Федерации, репутации. Они могут не пустить, без объяснения причин, и никогда ничего не докажешь, ничего не найдешь. И поэтому я думаю, что это дело спустит на тормоза. Такие дела очень разные, многие были. Вот людей, которые убивали, много наших граждан, и ничего, до сих пор ничего не решено, ничего нет. Поэтому я считаю, что это дело будет спустить на тормоза. И такие же выдворения были и в Москве, и в Санкт-Петербурге тоже, когда детей отнимали. И это не первый случай. Но тут же, после того, как это произошло, все, был большой таджикский митинг, относительно большой. 100 человек собралось на митинг, там 50 человек задержали, насколько я понимаю, если это там произошло. Просто столько много информации, что сейчас не успеваешь. Потому что информация, она такая, да, идет, короткой строкой, что называется. Но мы пытаемся провести свое расследование этой ситуации. Вот тут вопрос возникает такой. Да, во-первых, фамилии этих людей неизвестны, да, кто в Адмиралтейском отделении УВД, да, кто это был. Их фамилии скрываются, да, или я пропустил что-то? Нет, фамилии скрываются, но это можно определить, что тот день, кто дежур, но это адвокаты могут там узнавать, кто это такие, там, чего. А так фамилии не говорят пока. Потому что они в России как? Они еще говорят, пока суд не принял решение, никого нельзя назвать преступником. Но с другой стороны, когда наших мигрантов остановят, сразу выносят определенно, уже говорят, без решения суда, что они преступники, они совершили то, совершили то. Хотя сейчас бывает, что потом в суде ничего не доказывается. И мигранты никогда не обжалуют эти решения, не подают на это. Скажите, вот на основании тех дел, которые вы ведете, уже сколько лет вы ведете их? Такие дела мы ведем в 2010 году. В 2010 году. Да, и, кстати, недавно, не так давно, в апреле месяце, был такой случай в Санкт-Петербурге, когда отняли двух детей одной семьи, семьи Давруновой, мама Саидова там. Мальчика трехлетнего и дочку. Годик был, год и месяц почти. Отняли. И самое интересное, что там сперва главы семейства задержали 31 марта, отвезли в суд, Кировский суд. И он объяснил, что тогда, когда в те времена таджики внутренними паспортами здесь были, и у него закончился, он подал документы на получение заграничного паспорта посольства у нас, консульства здесь у нас. И он это рассказал. И судя, основываясь на том, что действительно ситуация такая, с устным замечанием дело прекратил, устный замечание вынес и отпустил отца. Буквально 3 апреля, через три дня, задержали маму. То ли там жили, они знали, где они живут, опять приехали за ними забрали, мать на этот раз забрали. И тот же Кировский суд, правда судя другой, вынес постановление о выдворении, добровольном выдворении данной гражданки. И при этом детей изъяли. И тогда родители пошли почетному консулу в Санкт-Петербурге. Как мы знаем, почетный консул это всего лишь как свадебный генерал, она функции полномочий такого не имеет. Но они, однако, там работают, арендуют все там эти здания. Ну, они пошли к ним, что им нужны справки, потому что там им сказали, что мы их детей возвратим только в том случае, что если вы принесете нам справки о возвращении на родину, на этих детей, мы тогда вам им дадим. Я разговаривал с этими сотрудниками, и тогда, когда они пошли туда, почетному консулу, они затребовались с каждого по 2 тысяч рублей на мат и на двоих детей, 6 тысяч рублей за троих. И плюс ждать несколько дней, так как они документы привезут в Москву, с Москвы делают документы и обратно везут. Скажите, вот вы говорите о почетных каких-то там консулах. А вот в этой истории питерской, в трагедии питерской, какое-то участие принимали таджикское консульство, посольство? Я уж молчу о том, что Рахман даже соболезнований не высказал родителям погибшего ребенка. Ну, это ладно, оставим как бы на совести его. А вот официальные структуры, консульство таджикское, какое-то участие принимают? Я еще раз повторяю, с Москвы, да, уже из сотрудников консульства иммиграционной службы Таджикистана, да? Да, вот, они участвуют, но, как мы видим, люди, естественно, знают этого, этот консульство, так называемый. И все люди там собрались, как мы выделили из кадров, все они там собрались, да, к сожалению, там в этих кадрах не видно было почетного консула, которого я хорошо знаю. Этот почетный консуль, между прочим, говорит, что мы не таджики, мы таджи. У нас страна должна называться Таджистан, не Таджикистан. Это букву «К» кто-то добавил, себя считает профессором, но на самом деле, я еще раз говорю, это почетный консул занимается только вымоганием денег с мигрантов, больше ничем. Навел старые связи, сколько лет там преподавал, и, естественно, на этом делают большие деньги. В свете той трагедии, которая произошла, бог с ним, я все понимаю, о чем вы говорите. Я хотел бы просто говорить именно об этой трагедии и вообще о деле в общем, об общей ситуации. Вот я не зря задал вопрос, сколько вы лет занимаетесь, вы сказали, что с 2010 года занимаетесь. Вот скажите мне, наблюдая эти дела и введя их, эти дела, вы можете определить, изменяется ли отношение не только к таджикским мигрантам, но вообще к мигрантам в России, в какую сторону? Сколько мы стараемся, ну, раньше было еще хуже, что мигрантов вообще за людьми не считали, благодаря правозащитникам, правозащитным организациям, диаспорам национальным всяким и частным лицам. Благодаря этим показываю нашу культуру, нашу, мы тоже, кроме класс-кирпич, там, убирать, готовить что-то, что-то еще умеем, и у нас есть более достойные люди. Благодаря этому мы на всех уровнях начали работать совместно, на уровне правительства Москвы, на уровне администрации президента Российской Федерации, в регионах. И действительно какой-то скачок в лучшую сторону пошло. Но последние действия, последние годы, это опять начал уходить спад. Но опять же скажу, что здесь есть, опять же, есть определенные действия были со стороны, не с российской стороны, были определенные действия со стороны дипломатических посоль, то же самое Таджикистан, Узбекистан, которые отражались на том, что они чаще обращались в федеральные органы, чтобы не сотрудничали с определенными диаспорами, а сотрудничали с теми, на кого они укажут. Естественно, здесь правительство больше доверяет, больше дипломат, чтобы не портить отношения на международный уровень, больше идут в ту сторону. Были организации очень крупные в России, например, была такая организация «Союз Таджикистанцев» в России, которая имела больше половины регионов, имела свои ячейки. И эта организация тоже была по решению с Верховного суда закрыта, именно не со стороны жалобрасивной федерации, а именно по наводке определенных людей, определенных кругов, от тех же общественных организаций, которые по диктовке посольства Республики Таджикистан, лично самого посла, пошли на это. И эту организацию развалили. К сожалению, многие связи потерялись. Мы сколько работаем, но со стороны правоохранительных органов, другие федеральные миграционные службы России тоже такие есть, что они не идут на встречу, они вызывают на те же общественные советы, когда проводят, только тех диаспор, которые приходят руководители молча, уходят согласно Кивай на все и уходят. Те организации, которые бьются за права мигрантов, чаще их, они за поле вот этих действий, они остаются в краю, в сторонке. В том числе могу и про себя сказать, что мое поведение по защите мигрантов не нравится очень многим руководителям федеральной миграционной службы и другим. Даже наши посольства не нравятся, наши действия, которые обзывают потом нас, что мы там чуть ли не... У нас была ситуация, что мы поехали, сняли, как живут, как содержатся иностранные граждане, так называемые спецприемники на Дмитровском шоссе, которые сейчас Сахарова перевели. Мы показали, в каких условиях живут, это хуже тюрьмы. И после этого еще начальник этого спецприемника позвонил нам, сказал, что нам с посольства Республики Таджикистан позвонили, что с этими людьми не сотрудничаешься, они чуть ли не террористы. А зачем он позвонил вам? Он позвонил, что сказал, что вот нам такое говорят, что мне делать. Потому что у нас были много совместных проектов, которые хотели делать. И после этого все, пожалуйста. И там на тех же видеокадрах есть, которые люди открыто говорят, что когда они обращались в наши организации, их подставляли. Просто элементарно подставляли. Ну, вот смотрите, это вот очень резонансное дело. И очень не хотелось бы, чтобы она кончилась ничем, как называется, весь пар на гудок. Но пара очень много. И я сегодня читал много информации вчера по поводу того, что таджикские социальные сети очень бурно обсуждают эту тему, активно, бурно, очень много. И все чаще, вернее так, очень много звучит там призывов, что нам такие друзья не нужны. То есть, зачем нам дружить с Россией, давайте с ней расстанемся. И это учитывая, что Таджикистан, это, по-моему, единственная центрально-азиатская страна, где стоит 201-я дивизия. Да, больше нигде. Самое большое в Армении есть, маленькое в Киргизии. Я имею в виду центральных Армении. Да, центральные. В Киргизии маленькие. Маленькое в Киргизии, но самое большое в Киргизии, но самое большое в 201-я дивизия. Еще 2000-я дивизия. То есть, получается так, если здесь это дело начнут спускать на тормозах, а там люди продолжат бурлить по этому поводу, то логично было бы предположить, ну, рассуждая цинично, что тех, кто сделал здесь полицейских, кто это сотворил, да, здесь, я не знаю, сотворили они или просто не помогли ребенку, да, или просто прошли мимо, что называется, а ребенок каким-то образом умер, не проще ли их здесь было бы, ну, извиняюсь еще раз за цинизм, пожертвовать ими, российским властям, чтобы утихомили ситуацию там, да, потому что одного соболезнования семье, которое высказано с самого верха российского, недостаточно. Все эти там бурлят, и кто знает, чем это бурление закончится, да, в Таджикистане, ну, можно было бы сделать так, чтобы быстро, качественно, определив и показав пальцем на виновных и приговорив их, ну, через суд, да, к определенным мерам, можно было бы успокоить этот конфликт, который может разгореться, нет, я не прав. вы правы, но, к сожалению, у нас средства массовой информации в Таджикистане тоже, то, опечаталили поддержку, да, но только после давления общественности, после давления в социальных сетях, в сетях, тот же Фейсбуке, я думаю, что вынуждены были потом об этом говорить. Сколько дней прошло, они все молчали, и даже, представьте себе, что вы сами говорили, что президент Таджикистана даже соболезнования не проявляет, да, а омбудсмен Таджикистана сказал, что я готов помочь этой семье на бесплатной основе, я не понимаю, что омбудсмен по правам человека, он, что не содержится на государственные деньги, или у него платная частная контора, чтобы говорить, что я не могу. А что он имел в виду? Он, я не знаю, он сказал, я готов... Оплатить билеты в суду, он сказал, я готов на бесплатной основе помочь этой семье. Что это означает? Вот сами подумайте. А что у нас по правам человека он что, я еще раз говорю, не получает зарплату? И он должен за деньги, что ли? Это не частная, что ли, частная контора, чтобы он за деньги, не адвокат, чтобы за деньги, это вообще никакие в рамки не входит. И я еще раз скажу, что согласно договоренности между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, вы про 201 дивизию помнили, там тогда были определенные договора, что будут определенные уступки со стороны России, должны были взамен того, что они до 2042 года были в Чехистане. В том числе отношения к мигрантам, да? один из пунктов было это отношение мигрантов. Им давали право на три года делать разрешение на работу, однако с начала Нового года этот закон не работает, а это международные договора, они стоят выше федеральных законов, внутренних законов Российской Федерации, но однако всех сейчас заставляют делать патентов, об этом никто ничего не говорит. Самое интересное, что правительство Республики Таджикистан вообще молчит об этом. Это же никто не отменял действие этого закона. Как мы знаем, сейчас когда ввели патент, сейчас заявляют, что мигранты должны 30% платить, как по разрешению на работу платили первые полгода, потом возврат 17% попросить. делали то же самое, что продление регистрации, они раньше же регистрацию продлевали на основании разрешения на работу, теперь взяли при патент, когда имел человек патент, продление не нужно было. А теперь патент вставили в тот же закон, заменили слово разрешение на работу на патент и обязали делать продление регистрации. При том, что когда я замначали ФМС Москвы, задал вопрос, кто несет ответственность за выдворение, что имеет ли право выдворять суд мигранта на том основании, что у него оплачен патент, но не продлен регистрации. Он сказал, что принимающая сторона несет ответственность. А как мы знаем, тысячами выдворяют на том основании, они оплачивают патент и тысячами выдворяют, что у них нет продления регистрации. Прямо тысячами? Да. Тысячами, счет уже идет больше тысячи. Я говорю, такие во все регионы России, вы сами подумайте. И поэтому, что говорить, хотя статистике ФМС, я другим статистикам, я не доверяю, потому что это уже было доказано фактом. То же самое замначальник ФМС Москвы в августе месяц сказал, что выдворено из России причинство около 40 тысяч. А когда на последнем общественном консультационном совете нам показали бумагу официальной статистикой, что выдворено 23 тысячи чем-то там человек, почти 24 тысячи. Это о чем-то говорит, как всегда подают заявление, что мигранты совершают больше 40 тысяч преступлений. За последние 9 месяцев мы посмотрели совершение этих преступлений и правонарушений в Москве около 127 тысяч. Из них 18 тысяч не жителей в Москве совершено. Из них 6 тысяч совершено ближние зарубежи, 76 тысяч дальние зарубежи, 11 тысяч граждан Российской Федерации, но не москвичи. это составляет там, если процеду в составлении взят вообще и трех, сколько там, из 126, 6 тысяч, вот и считайте, сколько процентов. А выдают, что чуть ли не из другой союзки. Еще не процентов. Да, еще не считают, что они, что чаще всего в основном мигранты у них административные правонарушения, не уголовные, чаще всего административные. Административные тоже, опять же, загоняют их в угол и говорят, нелегальный мигрант. Ни один мигрант нелегальный сюда не заезжает, все легально заезжают. Но сюда заходят и попадают в капкан. Они повели патентную систему, что будет упрошенка, наоборот, сделали еще хуже. И люди начали уходить от оплаты этих патентов. Я когда говорил об этих взаимных трениях, вы говорите о СМИ, но сегодня понятно, что мы живем век информации и в общем те же самые социальные сети это и есть СМИ настоящие, где люди высказывают свое мнение и реагируют на то, что происходит. Полтора миллиона таджикских только мигрантов в России. Это не официальные, но официальные по последним данным почти около миллионов. Это учитывая те 40%, которые уехали. Было полтора, стало там миллион двести по разным оценкам. В конце сентябра сезон заканчивается, многие уже домой. В общем, люди очередной раз увидели свое бесправие, просто вот так вот увидели, что детей лишаются семьи. Мне кажется, взрывоопасной может быть ситуация. Ситуация, да, может быть стать взрывоопасной. Сто таджиков вышли в Питере, такого никогда не было. Никогда не было, никогда не было. И в Москве тоже такие были события мало. Это было, когда сабхарокские события были, тогда вышли представители корону Бадахши. И такого не было, да, но постепенно, постепенно люди вынуждены выходить, потому что другого выхода в них не остается. И ситуация очень, может стать в Таджикистане тоже взрывоопасной. Но в Таджикистане у простого народа, к сожалению, уже надежды нет. И они в России видят единственный источник надежды работы. Хотя, если правительство Таджикистана хочет, чтобы не зависеть от России, они должны искать другие путевыходы. Такие страны много есть, которые многие мигранты могут принимать. Уже едут то же самое. С Узбекистана много едут, из Таджикистана едут, Южную Корею едут, в Арабский Эмират едут государства, в Катар, который скоро будет в 2022 году чемпионат мира провести. Тоже нуждаться будет рабочей силой. И Россия с другой стороны тоже будет, как мы знаем, что будет чемпионат мира по футболу в 2018. Тоже инструкторитуры значительно сократили бюджет. Да, и тоже будет нуждаться в рабочей руки. Но ситуация сейчас такова, что так как сейчас в Украине такая ситуация, и многие оттуда приезжают, и силы договоренности России с Китаем могут даже рабочую силу из Китая привезти, которая значительно дешевле обойдется наших мигрантов. Могут привезти, но тогда им придется по счетам платить. Это будут не те мигранты, которые беззащитные, но это будут те мигранты, которые находятся под защитой государства. того, это будут те мигранты, которые 70 лет не жили рядом. Это будет другая языковая среда, это будут другие совершенно законы внутри этой диаспоры. Если здесь еще можно с людьми разговаривать, у них есть багаж знания русского языка, какой-никакой, есть историческая память о совместном проживании, хотя бы родителями рассказаны, то там такого нет. Скажите, Горинджан, время нашей передачи истекает. Скажите, пожалуйста, вы, насколько я понял, собираетесь в Питер? в ближайшие дни я собирается с Питер поеду. Вы едете намеренно принять участие в этой работе или это так? Нет, мы изначало планировали ехать по-другому делу, как вы знаете, что у нас пропал наш соотечественник, больше двух месяцев, никаких новостей, никаких известий, ничего, и дело не двигается, ничего, мы хотели поехать узнать, как вообще все это двигается, потому что по словам родителей, братьев, пропавших человек, никакие действия пока не предпринимаются, и дело стоит на тормозах, и со стороны нашей правительства тоже никакой активной деятельности не ведется в этом направлении, может из-за того, что человек очень критиковал таджикские власти, может из-за этого не предпринимают какие-то действия, может действительно какие-то действия предпринимают, но не на общественном уровне, а по своим линиям, по своим каналам. А это совпало так, что мы хотели бы поехать и все уточнить на месте, потому что у нас, как вы сказали, средства массовой информации, мы дают разные информации. Даже вы слышали, разговаривали с отцом, который уже доверия не осталось. К этим средствам массовой информации. Потому что нарезают, как хотят, выдирают слова. Они уже дают добро только общаться через или совместное одобрение посольства Республики Таджикистан. Если дают добро, тогда будут общаться. Вы сегодня были свидетелями этого. Поэтому я хочу сказать, что это дело надо довести до логического конца. Я думаю, что если мы этот раз уступим, хуже уже некуда. Я думаю, в дальнейшем еще будет хуже. Еще хуже ситуация может быть. Тогда я еще раз говорю, когда этих вот пример я привел двоих детей, которые, если этих детей в свое время, когда к концу обращались, я был сам свидетелем, когда сотрудник концу сказал, что да, они имеют право их изымать, мы ничем не можем помочь. Если тогда они делали бы обращение Санкт-Петербургскому федеральной миграционной службе, другим надзорным органам, МВД, может быть, такой случай сейчас не произошло бы. И такой случай я же говорил, что тоже в Москве когда было, ничем не могли помочь. Поэтому все зависит, все в наших руках. Поэтому общественность должен двигаться в этом направлении. И меня очень удивляет то же самое. Многие правозащитные организации в России, которые и всемирные, многие взяли такую паузу, такую, которые паузу взяли, и все. По отношению мигрантов, особенно граждан из Таджикистана, Узбекистана, это чаще организации международных правозащитных молчат. Это факт, это уже доказано. Я еще раз, мы предварительно говорили, что граждане, которые сейчас в Таджикистане осудили на 17 лет, гражданин России, до сих пор на запросы его адвоката, Федеральная Миграционная Служба России, не дает ответа, что действительно он был гражданином России в Федерации, и на каком основании, как ему сказали, он был лишен этого гражданства. О чем тогда можно, о чем-то другом говорить. Но мы стараемся, что из виду не пустить, мы будем идти до последнего. Независимо от того, что на государственном уровне, что будут решать или какие-то это. Потому что, как мы знаем, сегодня, вчера было еще официальное заявление, что ребенок умер, такое заболевание, хотя еще официального медицинского заключения еще никто не получил. Но это в стиле последних. И еще раз говорю, не могут без заключения, или без заключения того же, когда сказал, что сразу обвиняют человека, что преступник без разрешения суда, это вот такой носит характер. И мы как бы знаем, чаще всего, когда посредством информации показывают, 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 это действительно на людей зомбирует, и на людей это будет действовать. Это естественно. И парадокс в том, что, сами парадокс, что когда провели опрос, как вы относитесь с жителем, приезжим, то вот тоже в Петербурге, да, большинство негативно, да, очень 80, и по России провели, по России. Таджикистане оказалось, что 97% относятся очень хорошо к России, а в России оказалось, что 97% относятся негативно к Таджикистану. Поэтому, на этом можно сказать все. Я задам еще раз вопрос. То есть, я, насколько понимаю, вы собираетесь поехать в Питер, принять участие в этом деле, в деле у Морали Назарова, погибшего. Вы будете в этом принимать здесь. Отлично. Мы готовим тоже репортаж. Нас коррепондент в Питере уезжает в Питер и будет встречаться со всеми, с адвокатом, со следователями. И надеемся, что вы тоже примете участие в качестве комментатора и помощи, и комментирования ситуации. Я готов помочь все сторонам, все усилия приложу к этому. Я более уверен, что могут быть какие-то препятствия со стороны Национального правоохранения или со стороны наших, от которых мы знаем, что всегда как получается. Но мы будем идти до конца и дело мы спускать на тормозах не собираемся. Потому что если спустим на тормозах, на это все. Потому что сколько поднимает шум вой, на этом все тихо. Поэтому мы будем идти до конца и я рад помочь. Любой помощь есть, могу помогать. Я в основном говорил о том, что по приезду или в процессе вы будете комментировать какие-то видео. Комментировать, когда... Естественно, будем комментировать. Спасибо, комментировать. Спасибо, удачи. Спасибо вам, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok